И следующий гость в нашей студии это Михаил Чернокоз, юрист компании «Солнцев и партнеры». Сегодня у нас с вами очень интересная, Михаил, тема – это трудовое право. Да, снова рад оказаться в этой студии. Мы тоже рады вас видеть. Так что продолжаем наши небольшие юридические диалоги. И первый, вот у меня вопрос, Михаил, что делает работнику, которому не выплатили заработную плату? Куда обращаться? Работодатель такой плохой не выплатил ему. Забавный вопрос. Ну что ж, нужно понимать, что у каждого работника есть несколько возможностей защитить свои права. Начнем, наверное, с самого простого, который не требует даже обращения куда бы то ни было. Не каждый знает, но если вам в течение 15 дней не выплачивают вашу заработную плату, то вы имеете право просто приостановить свою работу и просто не ходить и не работать. Заявление при этом надо какое-то указать, написать? Нет, нет. Нужно всего лишь предупредить работодателя о том, что вы, собственно, приостановили свою деятельность именно по причине не выплаты заработной платы. Какая-то статья может? Нет, не обязательно. Вам не нужно никаких юридических познаний для этого. Просто в письменном видео уведомите под роспись. Этого будет достаточно. Не хочет принимать заявление? Отправьте по почте. Уведомление, опись вложения. Мой стандартный совет в данном случае. Каждый раз, когда заходит речь об этом в аудитории, ну, каждый раз советую одно и то же. Далее. Соответственно, вы не просто так приостановили работу. Вы при этом сохраняете свою среднюю заработную плату. Поэтому беспокоиться о том, что вам не заплатят, не стоит. Это уже будет проблема работодателя. Это, конечно, не единственный способ защиты права. Не забываем, что не менее эффективными являются обращения в трудовую инспекцию. Наверное, все они знают. Ну, у меня, конечно, к ней бывает иногда отношение весьма специфическое. Но это, скажем так, профессиональная деформация. Потому что я слишком часто вижу, что она не работает. Но если мы посмотрим все-таки на статистику, то вообще-то положительных заключений лучше. Так что это типичная ошибка выжившего, когда я как юрист просто вижу несработавшие случаи. Но, в общем и целом, если ваши права нарушены, то государственная инспекция труда – это то место, куда вам можно обратиться. Трудовая инспекция, например, вас отфутболивает. Куда дальше? Если трудовая инспекция отфутболивает, ну или если вы не хотите просто в нее обращаться. Ведь обращение в другую инстанцию можно совершить и просто так. Не забываем, что можно еще обратиться в прокуратуру. Вот это, кстати, на удивление для работника достаточно эффективный метод. Очень часто в прокуратуру обращаются по вопросам, которыми она просто не занимается. Но вот этот вопрос – это именно тот момент, когда в прокуратуру обратиться следует. Потому что прокурор имеет право выйти с исковым заявлением в ваших интересах, чтобы защитить ваши права. Это один из немногих случаев, когда действительно можно обращаться в прокуратуру. И это будет не каким-то неправильным действием, которое просто будет отвлекать прокурора от гораздо более важных дел. А это тот момент, когда вы должны это сделать. И вам тогда не придется тратить деньги на юристов, на свои разбирательства. Хорошо. А если сотрудник в этой организации официально не оформлен? Тем более, советы, по сути, остаются теми же самыми, за исключением первого. Необходимо все так же либо в трудоинспекцию с жалобой, либо в прокуратуру с жалобой, либо, ну, можно, конечно, самостоятельно защищать права, это относится к предыдущему вопросу. То есть обращаетесь к юристам, пишете исковое заявление, идете в суд. Ну, а далее уже будет стоять задача доказать тот факт, что вы действительно работали на этого работодателя. Тут есть очень важный момент. Необходимо, чтобы работодатель знал о том, что вы допущены к работе. То есть бывают ситуации, когда вас допускают к работе, ну, не знаю, какой-нибудь прораб или что-нибудь такое. Ну, третьи лица. И самый главный руководитель об этом вообще не знает. Да, в том-то и дело. И вот тут момент. Имело ли право это лицо допустить вас к работе? Задумайтесь над этим. Причем, самое интересное, что не обязательно, чтобы директор видел вас, ну, общался с вами и так далее. Главное, чтобы он просто знал о том, что вы работаете на объекте. Например, один раз приехал, выдал вам заработную плату, все. Это уже факт, который подтверждает, что вы действительно работаете на эту организацию. Но при этом нужно понимать, что перед вами тогда встанет вопрос доказательства вашей заработной платы, встанет вопрос поиска свидетелей, которые смогут все это подтвердить. Ну, не просто же так вам будут на слово верить. Ну, или может быть, какие-нибудь документальные доказательства. Например, различные накладные, в которых вы расписывались, или какие-нибудь другие документы, с которыми работала организация. А как может в накладных расписываться человек, который официально нетрудоустроен? Вы даже не представляете, что бывает в наших накладных, скажем так. Кто только в них не расписывается, никто никогда это не проверяет. Так что в своей практике достаточно часто встречаемся с тем, что даже люди, которые никакого отношения к организации не имеют, все так же расписываются в накладных, везде, где угодно. Можно найти свою подпись внезапно. Михаил, что такое вот черные статьи? Вот это что? Ну, это, можно сказать, сленг небольшой, да? Черные статьи – это статья, которая регламентирует увольнение работника по инициативе работодателя. При этом я конкретизирую именно с наличием вины самого работника. А какие это должны быть основания, чтобы вот именно по этой статье уволить? Ну, смотрите, самое распространенное – это, конечно же, пьянство, это прогул, это многократное нарушение трудовой дисциплины, да? Тут нужно понимать, что если с первыми все ясно, ну, пришел пьяным на работу, будь добр, уволь. Покиньте. Да, покиньте данное место работы. Ну, не явился в течение четырех часов на работу. Не предъявил каких-то больничных, опять же, прогул. Да, безусловно, опять-таки прогул. А вот с неоднократным нарушением трудовой дисциплины – это уже немного другое, да? Тут нужно понимать, что на работодателе лежит обязанность доказать тот факт, что вы действительно неоднократно нарушали, да, в данном случае, свои трудовые обязанности или что-нибудь еще. Обычно работодателю хватает банально двух таких вот актов, составленных на ваше имя, для того, чтобы это считалось уже неоднократным нарушением. Но, когда приходится работать с работодателем, я обычно рекомендую все-таки делать три акта в данном случае. Ну, и я должна сразу пояснить, что, как юрист, я чаще все-таки работаю на стороне именно работодателей, а не работников, поскольку работники, с ними чаще сталкиваешься, когда их права защищает прокурор. А кто же это? Прокурор, получается, прокурор. Абсолютно правильно. Так, и вот что делать работодателю, чтобы защитить себя в трудовом споре, вот и когда, если идет вот такие вот моменты? Вообще нужно для начала подготовиться перед трудовым спором, да, потому что это все-таки проблема комплексная, и для нашей области, как минимум, да, и, если честно, приходится работать и в Москве, в Москве то самое, просто не следят за документами организации, да, документы кадрового учета, трудовые договора, все это зачастую в организациях находится в полном раздрае, что в результате и приводит к каким-то будущим проблемам со своими работниками. По сути, разобраться с хотя бы первичным набором документов, это не так сложно для руководителя организации. Например, тот же самый комплект документов, вот, трудовой договор, приказы о приеме и так далее, это все обходится в смешные суммы, там, порядка 10-15 тысяч рублей в зависимости от объема. Это те деньги, которые стоит вложить работодателю просто для того, чтобы, скажем так, обезопасить себя в будущем. Либо в идеале, но и человек, который за этим будет следить, но, сами понимаете, не каждая организация может позволить себе отдельного специалиста в данной области. То есть, я понимаю, отдельный кадровик это идеальный вариант, который будет все держать разложенным по полочкам, но далеко не каждый может себе это позволить. Альтернативным методом, конечно, остается всегда аутсорс, да, те же самые юридические фирмы, в том числе и наши фирмы, предлагают услуги абонентского обслуживания, и поэтому это, скажем так, значительно упрощает дело для маленьких фирм. За скромную сумму, там можно все это привести, опять-таки, в соответствие. Если же все-таки дело дошло до суда, то в первую очередь не занимайтесь самолечением, потому что трудовые споры, они относятся все-таки к достаточно сложной категории дел, когда ты выступаешь на стороне работодателя. Я уже когда-то говорил в одном из выступлений о том, что в нашей стране есть два закона, которые стоят на страже именно человека. Это закон о системе потребителей и трудовой кодекс. И вот здесь вам придется сразиться именно с трудовым кодексом. Михаил, как вас найти, потому что я так думаю, что если вдруг кто-то из наших телезрителей столкнулся с одной из перечисленных нашей причины, которую мы сейчас обсудили, как можно к вам обратиться, чтобы прийти и, может быть, проконсультироваться? Ну, если именно прийти и проконсультироваться, то наш офис находится по адресу город Калининград, улица 9 апреля, дом 7. Получается, вход с торца неподалеку от Мироткани. Большая вывеска, солнце в партнеры, не потеряйтесь. Ну, а мы были с вами. Всего вам хорошего. Субтитры подогнал «Симон»